Ассаляму алейкум, братья и сестры. На видео запечатлено выступление детей в школе Саудовской Аравии. Учитель этих детей пытается настроить их против хиджаба и абайи. Передается, что он принудил учеников участвовать в пьесе, в ходе которой женщины в хиджабе изображаются как отсталые, старомодные люди, а снятие одежды воспринимается как нечто, дарующее женщине свободу. Астахфируллах. Мои любимые братья и сестры, Саудовская Аравия движется в неправильном направлении. В благословенной Мекке и Медине пытаются внедрить западную сатанистскую культуру. Саудеи проводили музыкальные концерты, Хэллоуин и другие неисламские праздники. Очень печально видеть то, что происходит. Более того, ранее мы слышали, как были арестованы исламские ученые, которые старались сделать королю, его сыну и правительству этой страны наставление. Некоторые ученые провели за решеткой много лет и до сих пор находятся там без суда и следствия. Такое положение дел совсем не радует. Мусульманам нужно делиться подобными новостями друг с другом и делать дуа за тех, кто находится в беде. Несправедливо притесненные мусульмане должны чувствовать поддержку от своих братьев и сестер. Саудовская Аравия совершает множество ошибок, которые приводят к ослаблению веры мусульман. Каждый год тысячу, если не миллионы людей, посещают Саудовскую Аравию, чтобы совершить умру и хадж. Это священная земля, где похоронен пророк Мухаммад, мир ему благословения, и сахабы. Здесь зародился ислам. Но сегодня мы видим вещи, противоречащие нашей религии. Пусть Аллах ведет Саудовское правительство прямым путем. Пусть Аллах поможет им понять ценности ислама. Хиджаб, абая, никабы — это атрибуты мусульманок. Аллах Свят, Он и Велик приказывает женщинам покрываться в Коране. Нам не нужно перенимать западную культуру, чтобы двигаться по направлению к прогрессу. Мы должны крепко держаться исламской веры, исламской культуры. Наша культура самая полноценная и лучшая для в этом мире вы не найдете. Ислам распространился по всему миру. И даже на Западе женщины начали надевать хиджабы, никаб. И удивительно видеть, как в нашей любимой Мекке кто-то учит детей отказываться от своей религии, идти против нее и совершать порицаемые действия. Это неприемлемо. Пусть Аллах ведет их прямым путем. Пусть Аллах простит нам наши упущения и объединит нас. Прошу Всевышнего Аллаха сделать короля и правительство Саудии из числа тех, кто действительно будет ценить ислам по достоинству. Пусть Аллах поможет исламским ученым, которые находятся за решеткой, и защитит всех наших ученых по всему миру. Пусть Аллах дарует нам высшие сады Израиля. Братья и сестры, поделитесь этим видео со своей семьей, с друзьями. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, также ставьте лайк и пишите комментарии. Это все поможет продвижению видео. Десять дней Зульхиджа являются самыми великими днями во всем году. Милостыня, данная в эти дни, является лучше, чем за любые другие дни. Мы просим наших братьев и сестер присоединиться к благородному делу и внести свой вклад в помощь тем, кто нуждается в ней. Каждый пожертвованный рубль, даже самый маленький вклад, может стать большим делом пред Всевышним в эти дни. А для этих людей – облегчением их жизни. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысячи людей и получить огромную награду от нащедрейшего Аллаха. Не упустите такую возможность. Продолжение следует...